Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в рамках цикла «Уроки предков» мы встречаемся с народным мастером Республики Саха-Якутия Ириной Константиновной Пахомовой. Здравствуйте, Ирина Константиновна! Ирина Константиновна, сегодня перед нами на столе лежат очень интересные вещи, это все ваши работы. И сегодня будем ли мы учиться чему-нибудь новому? Вот это вот шерсть для чего предназначена? Последний год меня интересовала работа северных народов. Вот все северные народы знают, где находится, на каком месте находится вот это шерсть. Это называется подшейные волосы северного оленя. Вы видите, она не очень длинная, самая длинная где-то 15 сантиметров, 12 и даже есть вот такие по 10 сантиметров. Ну я последние годы шила из этого меха, из подшейных волос, научила очень многих бушеванию вот этими волосами. Каждый раз, как выставки проводятся, я учу желающих мастерству этой вышивки. Я на сегодняшний день вышиваю тремя методами, тремя способами. Первое, вот мы берем, выбираем самые длинные волосы, подлиннее, чтобы было работать вот так. Вот так берем, залежите, чтобы она не это рассыпалась. Когда лучше такой волос брать? Обычно оленей забивают осенью в октябре. Те, кто работает, занимается оленеводством, они два раза осенью и весной тоже бывают забои оленей. Вот взяли и вот эту часть берем, не отсюда, а вот эту часть, от тонкой части конечной. Я взяла где-то вот, где-то сколько штук? Ну пять штук, это достаточно. Беру основу, где я буду работать и шить. А, ну давайте подлиннее, вот это я возьму. Я делаю для мастера класса вот такие заготовки, чтобы работа получилась красивой и чтобы научить, кто хочет. Сначала я научу срочное шитье. Это очень кропотливая работа, конечно. А где вы научились этому шитью? Кто вас научил? Вообще-то у меня в голове что-то было, но я первый раз я увидела, у нас был этот форум, праздник в этом клубе Кулаковского. И туда приезжали, приехали эти из Чукотки, из северных районов, из других республик приезжали. И там была из Камчатки девушка, очень молодая девушка, 26 лет. Я подумала, век живи, век учись. И вот подошла к ней, она провела нам мастер-класс. Мастер-класс. И вот она показала один метод шитья, да. Ну я схватилась сразу и заинтересовалась, и стала интересоваться такими изделиями. И занималась реконструкцией вот таких изделий. Сейчас берем, и чтобы шов был красивым, надо не вот так шить. Некоторые вот у меня есть, которые не очень шили, но начало у них есть, ничего. А вот это красивый шов получилось, вот такой шов получится, вот красивый шов. Вот это красивый. И у меня что получилось, это дырки, иголки должно попадаться, чтобы вот как бисер, вот такие швы получились. Да, шаг был ровный. Чтобы шаги были красивые, ровные, как бисер получилось. А как он называется? Как называется? Ну, строчный шов. Строчный шов называется. А нитку какую надо брать? А? Нитку какую надо брать, вот эту рабочую? Нитку я обычную беру, потому что можно было вот эту мононитью шить, да? Но мононитью очень трудно, заплетается. А вот поэтому я простой, это 45 размер нитки беру. И нитку надо подобрать по свету, который ты шьешь. Ну, вот, например, у меня разные ниши, это цвета, вот такой свет нитки надо брать. Ага, ну, когда вот шьешь синим цветом, голубым, вот подбираешь по свету. А чем красите? Почему у них такой свет? Первое время я думала, вот, если я все сошью на белой коже, то никакого эффекта не будет, да? Смотреться не будет, да? Ага, смотреться не будет. Поэтому я взяла, так, натуральную, более натуральную краску для волос, это... Хна? Хну, хну я взяла. Ага, и хной покрасила. Вот я хотела вот этот цвет черным покрасить, да? Но у меня получилось вот голубовато-синий вот. А вот это даже у меня есть... Я покрасила вот это корнем дерева. Какого дерева? Ну, лиственницей лучше, да? Потому что это... Скопятить получается вот такой раствор, и в растворе надо держать вот волосы побольше на сутки, на две. Замочить, да? Да, намочить. А с ними ничего не будет, если замочить? Нет, намочить, вот это-то весь полезное. Смотрите, Ирина Константиновна, как у меня получается. Да, у вас получается более-менее хорошо, сообразительное. Но только вот надо вот так, чтобы тянуть тихонько. Тихонько, но это очень крупкая нитка. Но надо, чтобы как вот бусинки получились. Вот, например, вот так уж, чтобы получилось. А количество волос зависит от мастера. Смотря, у них некоторые нитки бывают, волосы бывают потолще, тоненькие бывают. Учитывая, это берешь. И какой рисунок ты делаешь, от этого тоже зависит. Вот интересуются мастера, когда вот это кончится, как дальше? Дальше, да. Ага, вот это я сейчас покажу. Вот опять я беру, вот. Или заканчиваете количество, да, пять штук? Ага, вот. Да нет, можете. Вот смотрите, сколько тут добавить. Можно добавить, можно три, можно четыре, можно даже две штуки. А это смотря, как думает, как смотрит мастер. Вот этого зависит. Вот берем и так же, так же продолжаем шить его, да? Вот. И вот. А вы же родом из Устьянского района, да? А я родом из Устьянского района, я давно приехала в городе, но все равно поддерживаю свой район, от района вступаю в выставках. Вот, вот и сделали подлиннейший. И потом опять кончается, да? Добавляем. Таким же образом добавляешь. А сколько стаж у вас именно, вот, вы шиете? Ой, я с детства увлекаюсь шитьем. Даже когда мама была жива, это, когда мне было семь, шесть лет, я начала шить мешочки маленькие. Вот это, мама мне давала ткани, я шила и соседям раздавала. Вот так у меня началось увлечение шитью. Как себя помню, шию, шию, шию. Все время мама шила торбоза. У меня три брата было, торбоза, куруму, торбоза, все, и шапки шила, основном, это для работы, рукавицы, все шила. Вот так и жили раньше. Сейчас мастера, перед ними стала задача, что увековечить культуру народов севера и разных народов, которые живут в нашей республике. По всем лусам, районам почти есть группы, которые занимаются вот этим увековечиванием культуры нашего народа. Секретов очень много. Очень много. Вот когда шьешь, тогда получается само собой, вот думаешь, думаешь, и выходишь к какому-то выводу, что надо вот так сделать. И чтобы, вот, например, я показываю свои работы. Как раз я хотела спросить, для чего используется вот это шитье. И смотрю, что здесь вот оно как раз и используется в этом случае. Вот это один вид, это срочный, да? Мы научились хорошо. Понравилось? Да, мне понравилось. Вот если вы будете долго вот этим заниматься, еще, еще разные методы вышивки выйдут. Вот, например, это называется трудница. Трудница по-русски, да? И вот где она используется? Она очень полезная для охотников, для северного народа. Прицепляется к поясу. Ага. И потом, почему вот ручка длинная вот? Ага. Чтобы прицепили к поясу и чтоб вот так снимать. Это вот так тянуть. И чтобы достать... И сама сумочка, вот она внутри. Достать сама сумочка, чтобы было удобно достать. А вот это предохраняет от дождя, от снега. Вот так закрывается. Это очень интересная работа тоже. Паук это оберегка, да? Оберегает. И вот так я вот, когда шила, вот это пользовалась вот этими крашенными. Потому что у меня вот кожа-то белая. И вот вышила я вот таким швом. Ага. И швом строчным тоже рисунок сделала. Ммм, очень красиво получилось. Вот это вот другой вид вышивки. Тут тоже оленей волосы. Это тоже оленей. И все, люди не понимают, думают, это светлые нитки. Мулине там обычно, да? А мулине, когда я объясняю, тогда только они удивляются, как можно так шить вот этими короткими волосками оленей. В чем-то думала, что сам волос вот его в иголку втыкают и начинают им шить. Оказывается, его придавливать надо, да? Придавливать надо. Техникой придавливания, скажем так. К этому не подходит, вот, вдевать в иголку, да? Не подходит, потому что она очень хрупкая. Надо очень бережно. Ломается, конечно. И вот эту сумочку я шила, это песет называется, сумочка называется, она вторая половина 19 века. Это музейная как-то? Это музейная реконструкция. Это тоже реконструкция. Точно такая же сумка. Копья, это, ну, можно назвать копья, но копья тогда, когда очень точные материалы. А тут у нас реконструкция. У меня это не сукно, это кожа, крашеная, это кожа, крашеная. Они же тогда тальником красили, чтобы вот такой вот насыщенный красный свет появился. Вот тальником крашеная, вот такой свет будет тальником. А что это такое? А вот это, вот эта вышибка, все думают, белая нитка я вышибала. Нет, это не белая нитка. Точно такую копию, я делала узоры такие. Я вот это строчное шитье, по всеми нами волосами, вот белые. Вот кожу сделала, я сама скривала и сделала. И потом у меня белая получилась. Чтобы получилась у меня эта рассветка, это я покрасила чаем и хной. И тогда у меня вот красивый золотистый свет получился. Я использовала тут пуговицу. Пуговица продается у нас. Металлическая. Но они очень металлические, металл. Они очень такие блестящие, не подходят как-то. Я взяла, что сделала? На сковородке пожарила. И у меня вот красивый золотистый свет получился. Искусственно состаренный получился, да, такой метод? Это пояс. Завязывается вот так. Вот завязывается. Ага, вот так завязывается. И вот другой конец прикрепляется вот. Пуговицы. Пуговицы прикрепляются. А, эти пуговицы еще и как бы прикрепляются, у кого какая талия получается, да, по ширине талии на пуговицу. Вот так получается. Интересно. Очень удобно оказывается. Тоже надо взять на заметку. Вот я три работы сделала. Вышила из этих подшейных волос оленей. Значит, если научиться делать технику строчного шитья оленевого волоса, то можно уже потом самой додумать и научиться делать другое. Ну, другой. Один официальный метод – это придавливать. Вот это есть, ага, вот такой есть шов. И вот такой шов я… Вот такой же шов, но вот сделано вот тут, как тревольниками, уже по-другому. По-другому сделано уже. Ага, очень красивый шов получается. Такую работу вы больше всего любите, гордитесь. Оригинальная, может быть, у вас какая-то. Да, там есть большие работы. Это последние годы я… Вот в этом году я сделала почти вот это. Это в 22-м году. А вот эти работы я сделала в этом году. Ага, в этом году. Маленькие работы. До этого я под руководством тоже моего руководителя я шила три костюма реконструкции музейной работы. Это костюм имеет папор, предник, кухлянку и обувь тоже имеет. Овенский костюм. А это овенкийский. 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 Я вижу, на столе еще что-то интересное с коготками лежит, а что это? Я взяла, нашла такую работу, в этом тоже ученый человек, изучающий много традиционную культуру. Это Иванова Унарова, Зинаида Иванова. Вот она выпустила очень большой альбом, каталог альбом. И там я нашла вот такую работу. Это из шкур, ножек птицы. Почему сохранено? Там прямо написано, что это когти оберегают, как оберег служит. Обережно. Поэтому сохранили. Вот этот кисет там написано было. Сумочка имеет две кармашки. Вот две кармашки, вот планки, которые между пальцами. Вот и две кармашки получилось. Трубку можно всякую. То, что нужно, мелкие можно. А можно потрубить? Пожалуйста. Это кожа. А как выделывается такая кожа? Ну, обычно я выделывала. Обычным способом. Массу положила. Это оставила, чтобы немножко там намочилась. И потом выделала. Ну, это большая птица получается, раз-таки. Это очень большая птица. Ну, я даже боюсь назвать, но там это каталоги точно такое же было. Поэтому мне посчастливилось найти вот ноги. Это сумка из ушей оленя. А, из ушек оленя. Ушки оленя. Я заказала оленеводу, который мне учился. Это мой ученик. Я ему заказала, вот когда вы сдаёте мясо, когда вы это происходит, как называется, то это. Забой. А, забой. Вы мне, пожалуйста, отправляйте. Голову, говорю. Вы же голову, может, и сдаёте, может, на мне. Он мне очень много отправил. И я сняла вот ушки и шила. Даже ушки можно, оказывается, шить, да? Да, даже ушки выделывала. И вот здесь ещё что есть? Это ушки, а вот это покрепче. Вот нос из носа. И вот я про капр расскажу. Этот капр у меня. У меня шито из шкуры молодого оленя. Из шкуры молодого оленя, вот. И рисунки, конечно, северные. Вот северные. И вот разукрашено. А вот это белый песец. И вот, чтобы иногда льеводы, и вот северные народы вот так носят. Когда весной, осенью, когда тёплые дни, они носят вот так. Вот так носят. Да ещё, да ещё. Вот, вот так носят. У меня очень красиво получается. Очень красиво. Ага, и тепло. Это пужик. Внутри тоже у меня пужик. Это пужик. Ага. Оленя, оленёнка. Если говорить о такой шапке капр, то получается, что все шапки у нас на севере, венков и вен, все на основе этого капора. А оно на основе этого капора. Даже летнего. Потому что у всех северных народов есть вот такая шапка. Ещё, как я сказала, вот верёвочка, да, вот эта, из урокдуга оленя, из урокдуга оленя, они, они, ещё можно, вот как я сказала, длинную вот такую, это, верёвочку делать, да, и вот так тоже одевают. Ага, когда холодно, вот так. А где ширше, это передняя часть. И потом, чтобы эта макушка была округлённой, я вот так делаю выточки. И вот тут тоже. Вот очень, это очень удобная, хорошая шапочка. Это какой размер получается? Это большой размер, 59-60. Внутри могут носить маленькую шапочку, если большую. Если меньше делать, то можно вот отсюда убрать по сантиметру, по сантиметру можно убрать. И как раз один размер, это один сантиметру, минус один сантиметру. А когда меньше размер надо. Это, сам-то, это большой размер, выкройка-то. Фантазия и терпение, и чувство о создании красоты. Красота всегда власть в жизни. Уважаемые телесрители, сегодня в серии передачи «Уроки предков» мы поработали, познакомились со строчным шитьём из оленевого волоса. Посмотрели, как шьётся шапка, капор и как вышивается реконструкция работ музейных вместе с народным мастером Ириной Константиновной Пахомовой. На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин